Муфтиад Дагестана организовал праздничный ифтар для врачей Махачкалы, которые в период пандемии боролись за жизни людей. Мероприятие посетил духовный лидер мусульман Республики Шейх Ахмад Афанди и министр здравоохранения региона. Подробности в сюжете Хамзанру Магомедова. Банкетный зал Европы. Сотни приглашенных. Здесь и главные врачи, и медицинский персонал столичных больниц. Спасибо. Спасибо за то, что не бросили больных. Главные слова этого вечера. Много лет назад мы были в Москве на приеме у врача с Ахмад Афанди. И это был врач-дагестанец. Они очень прекрасно провели прием, обследование. И я спросила у него, почему здесь, в Москве, в Питере, дагестанские врачи, они такие серьезные, такие ответственные. А вы же тот же мединстуд заканчиваете, в том же Дагестане выросли. А у нас в Дагестане такие же врачи, как вы здесь. Он сказал, они такие же, просто здесь ответственности больше. Здесь, если совершить какую-то даже маленькую ошибку, маленький промах, пациенты более требовательные, более настойчивые. А в Дагестане как-то, ну, люди верующие, они всегда говорят, ну, на все воля ла ла ла. Как случилось, так случилось. И как-то меньше требуют, меньше спрашивают. Нет худа без добра, говорят. И вот эти годы пандемии, они показали, что нет. Дагестанские, дагестанские врачи, они ответственные везде. И в Махачкале, и в Москве, и в Питере, где бы они ни находились. Поэтому низкий поклон вам всем. Мероприятие почти в самуфтише Ахмад Афадиев. Все прекрасно помнят, как два года назад именно его обращение к руководителю страны стало причиной улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Прямой эфир с президентом, вот эту речь, которую Ахмад Афадевна произнес, и те изменения, которые произошли, они очень, конечно же, дорогого стоят и очень серьезно повлияют на всю текущую, на меньшую страну, к республике. И мы не справили медики этого тоже, мы это знаем. А что касается фонда Инсан, он действительно очень нам помогает. Помогает в тех вопросах, которых иногда мы не можем решить. Это экстренные вопросы. Вопросы, связанные с закупкой того или иного лекарственного препарата, когда мы должны соблюсти нормы закона. И они нам помогают до следующего лечения. Они помогают в транспортировке тяжелых больных, когда мы продаем медицинское сопровождение. Они помогают пациентам поверить в жизнь, они помогают вернуться к жизни, за что им большое спасибо. Ифтар для медработников получился действительно праздничным. Для гостей звучали наши доизвестных исполнителей. А студенты медколледжа Мини Башларова показали сценки о герогическом подвиге врачей, работавших в красной зоне. Как медицинским, например, в перчатку в эту тонкую попасть? Это же нереально. Хотя кому сейчас легко? Целью сегодняшнего нашего мероприятия было именно выразить благодарность врачам, которые вот эти тяжелые минуты боролись за жизнь нашей атакой дистанции. Показать то, что мы это не забыли, что мы это ценим, помним, и мы их уважаем. По наступлению времени вечерние молитвы гости приступили к трапезе. Праздничное мероприятие завершилось молитвой, с которой обратился Муфти Республики.